В доме Кадыграбовых этим утром шумно. Для Кирилла подготовили по-настоящему мужской мастер-класс. За лобзик мальчик взялся сразу, да так уверенно, что впечатлил даже опытного в этом деле главу семейства. Рука не дрожит, пилит хорошо. Ну и здесь можно маленько подровнять, чтобы более одинаково было. Ну немножко вот эту сторону, видишь, угол. Кириллу 14 лет. Он воспитанник детского дома. Общительный, доброжелательный и трудолюбивый. Признается, мастерить любил всегда, но рядом не было мужского примера. Вокруг-то одни женщины. У подростков такой возраст, это не только возраст общения со сверстниками, да, но это и возраст еще такого познания мира, образно говоря, да. И еще у детей очень сильно развит инстинкт такой исследовательский. Им все интересно узнать. Мужского воспитания не хватает, да, не хватает опыта, чтобы мужчина, мальчишек научил чему-то не только с педагогической точки зрения, да, но и с точки зрения социального опыта, каких-то мужских навыков. А в четыре руки работа спорится. Уже вырисовывается и образ изделия. Это будет светильник, но не совсем обычный. Ну это будет как грудь такая. Ну собака же, должна быть сильная. Это будет как задняя часть. Сюда мы выпилим сейчас передние лапы, сюда сделаем задние лапы, хвост. Ну здесь будет как шея и лампа держаться будет. Когда все детали готовы, рассказывает хозяин дома, их нужно зачистить. Кирилл и к этой задаче подходит ответственно. Сейчас будем сверлить отверстие, чтобы собрать между собой конструкцию. Дрелью позовался хоть раз или шуповертом? Да. Ну давай попробуем. Остались последние штрихи. Старший наставник где-то подскажет, где-то поможет. Туловище, лапы, хвост на месте, а долгожданный момент все ближе и ближе. Вся работа закончена. Лампочку поставили. Будем пробовать. Слово тебе. Нажимай. Работает. Самое сложное было вырезать боковые на этих лапках. А сверлить было легко. Клуб выходного дня от Центра развития семейных форм воспитания приглашал нас и наших ребятишек на мастер-класс. Они там делали всякие поделки из дерева. И вот данную поделку, которую мы делали, лампу, светильник в виде собачки, это мы взяли с того мастер-класса. Ну просто маленько поменяли какие-то детали, сделали что-то немножко по-своему. Мальчик, он и должен что-то делать своими руками. Во-первых, у него уже есть какой-то лопатчик, значит, уже обучают, труды ведут хорошо. Пока мужчины создавали уютный предмет интерьера, прекрасная половина семьи накрыла стол. А за кексом и чаем разговоры душевнее. Кирилл поделился, что увлекается футболом, болеет за Барселону, а в будущем мечтает профессионально гонять мяч. Вот и подарок оказался под стать будущему большому спортсмену. Так как ты занимаешься футболом, мы решили тебе подарить сумку. Сюда можно вложить много всего интересного, ботинки. Ну мячик, наверное, не войдет, но надежда войдет. Спасибо. По вопросам опеки и усыновления Кирилла звоните по телефону 258 15 33. Субтитры создавал DimaTorzok